привет ребят я думаю что с сегодняшнего дня мы запустим еще один формат по съемкам это будут ответы на вопросы которые вы задаете в личке в комментариях на youtube и в инстаграме что очень много комментариев приходит ввиду того что я не сильно грамотен в правописании по русскому я постараюсь дать ответы на вопросы в формате видео сегодня второй день после пасхальных праздников ребята отдыхают но у нас есть место где показать что показать так что поехали вкратце расскажу про данный объект это один из наших домов который мы стекли мы зачастую стараемся работать только с домами с энергоэффективными домами где нужно хорошие стекла хороший профиль почему тут стоит века они что-то другое это тоже расскажу немножко дальше наша задача сделать чтобы через эти здоровые окна не уходило тепло сделать хорошее примыкание хороший качественный монтаж и сделать так чтобы эти конструкции прожили хотя бы лет 15-20 если даже не и не больше первый вопрос что выбрать деревянные окна и либо пластиковые окна на данном витража я объясню плюс и минус деревянных окон и то же самое постараюсь объяснить плюс и минусы пластиковых окон с 3 ну невооруженным глазом видно что солнце и вода и дождь сделал свое скушал весь лак что связано с лаковым покрытием который на поверх дерева и естественно тут уже это сама рама сама конструкция она много или долго не прослужит один из минусов вот этих деревянных окон потому что вот наружная часть она должна быть с алюминиевой накладкой обязательно чтобы она прожила долго во время либо вот получится такая ситуация как тут а этот самый большой минус скажем так деревянных окон плюс к этому не знаю как в других странах но у нас трудно найти ребят кто бы эти окна отреставрировали привели красоту в порядок самих окон большой плюс это экологичный продукт да красиво выглядит это натуральность еще один из минусов если их неправильно скажем так смонтировать то в регулировке будет трудновато их отрегулировать или как-то изменить геометрию самих окон второй вопрос иван чему иван чему хим где нужно подготавливать окна в цеху или на стройке смотрите вам мы мы подготавливаем настройки объясню почему потому что мы очень часто используем доборные элементы вот как кто-то внизу и если в цеху с моей точки зрения если в цеху взять приклеить все пленки наружные или внутренние я боюсь что по дороге не расклеились еще плюс у нас вот даже как в данном случае у нас есть стык двух конструкций стык двух конструкций два добора один наверху другой один внизу другой наверху тоже намного проще это все сделать на объекте да это скушает один два дня чтобы подготовить весь все конструкции но их проще подготовить тут на данном объекте тут у нас на улице без здоровая площадка мы там и все соединили потом мы засунули сюда потому что нас пару дней не было у нас праздники были ну мы все подготавливаем по месту дима придухин добрый день скажите сколько точек крепления нужно смонтировать на кто метр сорок на метр тридцать и нужно ли утеплять пластины как вы их утепляете дмитрий по по саму сколько точек крепления нужно вы можете вбить google крепление для монтажа окон нажать на картинки там у вас появится кучу картинок где сколько точек крепления должно быть я могу сказать как мы делаем в данном случае на объекте вот у нас есть здоровый витраж он имеет 250 на 280 мы использовали раз два три четыре пять креплений слева пять креплений справа раз два три четыре пять шесть сверху и шесть вниз это у нас получается 22 штуки как мы делаем как мы с креплениями по 15-20 сантиметров от угла и через каждые 50 сантиметров заново крепление в каждое крепление обязательно по два самореза два турбовинта в данном случае у нас кирпич мы использовали крепление для кирпича насчет нужно утеплять пластины не нужно утеплять я не могу сказать что это там обязательно мы их утепляем блин даже не смогу сформулировать почему как-то мы пришли года два тому назад их их утеплять чтобы они были теплые потому что сказать что они промерзают это будет лукавство что с наружной стороны откос утепляется плюс пенопласт плюс окна вытащены в теплую зону я не верю что они замерзают да поэтому как бы мы их утепляем так у нас принято то же самое вот насчет точек крепления на тоже стандартное окно 1 2 3 4 5 6 ну 12 штук вот на данном окошке тоже кирпич крепление для метизы для крепления в кирпич тоже к теме сколько крепление должно быть на окне сергей канатов какой толщины стеклопакет вы используете самое часто виду того что мы стараемся быть нацеленными до на энергоэффективные дома это получается что мы должны использовать минимум там три стекла два из них должно быть энергоэффективные зачастую у нас пакеты это в районе 50 миллиметров это 52 миллиметра вот как в данном случае его ширина тут идет пластиковая дистанция внутри закачан газ аргон очень важно производитель которые изготавливают вам стеклопакеты должен снять вот эту кромку от мультифункционал от мультифункционального стекла чтобы первый слой теокола смог и и и приклеить и вообще очень важно чтобы компания который вам изготавливать стекла либо вы поисли производитель стекол очень важно чтобы пакеты соответствовали стандарту и чтобы эти пакеты минимум продержали 10 лет очень важно что при сохранении стеклопакетов они не должны быть на улице не то что там нет дождя или нет когда они стоят в куче вот как в данном случае то от солнца получается эффект лупы и они очень сильно нагревается есть большая вероятность что они то что есть большая вероятность очень большая вероятность что они могут полопаться или треснуться поэтому вот мы их загоняем вовнутрь и они стоят внутри ждут своего времени для монтажа и и ул честно не могу выговорить что за материал используется для наращивания ширины рамы окна есть похожая проблема хочу установить деревянное окно на оконной проема больше примерно по четыре сантиметра с каждой стороны вот теперь на мою голову чем можно нарастить ширину оконной коробки смотрите с деревом там вообще я думаю намного проще нужно пойти к ребятам которые делают кленный брус и у них взять брус ширины в вашего окна по пластику есть вот такие доборные элементы их можно от ламинировать в нашем случае вот тут его от ламинировали с одной стороны антарцит с другой стороны белый потому что он будет в стяжке сюда вставляется две арматуры на два куска железа для компенсации линейного расширения для помощи в фиксации да тут а герметизируется и заполняется утеплителем при стыке и вот такие доборные элементы есть разной ширины разной высоты и у разных производителей виктор форд привет а что насчет крич юнит с как эта фурнитура по сравнению с гений спасибо смотрите виктор у каждого производителя фурнитуры есть скажем дешевые сегменты бюджетные сегменты и есть сегменты премиум естественно у одной будет одна цена у другой другая цена плюс там еще куча разных комплектаций почему мы работаем с геню с гений не с гау я не скажу что гау плохая фурнитура она тоже хорошая у зигене вот как в данном случае есть роликовый преподуматель снизу что для нас очень важно потому что створки тяжелый и они поднимаются вверх и сами цапфы они и играют они грибовидные они играют виду того что мы стараемся везде ставить противовзломные противовзломный фурнитуру эти цапфы для нас они очень важны и плюс к этому она и очень довольна такие и мягкая алексей антонов лучше рехау чем века потому что замкнутый контур армирование веки может сыграть злую шутку при высыхании пластика пластик просто может лопнуться со временем алексей стрите не идите на поводу у продавцов того же рехау то той же веке или кобоеди киник без разницы которые есть если речь идет о стандартном окне я еще не раз повторюсь много раз говорил стандартных но можно собрать из любого пластика поставь туда хорошее армирование поставь тогда хорошую фурнитуру сделай сделай хороший сбор сделай хороший монтаж не стандартные окна там немножко по-другому но там тоже нету никаких сверх естественных каких-то фокусов тоже поставь просто армированием немножко толще сделай правильные замеры ставь правильные монтажные зазоры и окошко тоже будет служить долго весь этот бред что там 3 миллиметра 2 и 8 класса класс б и в тому что подобное вот вся вот эта фигня это сделано для того чтобы продавать чтобы была какая-то конкуренция между профилями потому что все производители тот пластик которые они делали 5-7 лет тому назад они сейчас вот его рассортировали 5 лет тому назад говорили что вторичные вторичная переработка пластика это не есть хорошо сейчас их всех производителей заставили просто пластик перерабатывать заново сейчас у каждой линейки продавцов есть вторичное сырье и вот этот весь бред что это лучше или то лучше нет вы когда покупаете либо вы продаете я не знаю кто вы должны покупать готовый продукт это что значит рехауэль века это 10-15 процентов с самого продукта окна вы не покупаете окна века вы покупаете окна какой-то компании окна там компании корса окна компании барьер там солнечные окна или как их зовут вы не покупаете окна века или окна рехау века и рехау это сам профиль кроме профиля там есть еще куча 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 нюансов которые нужно собрать вот это весь пазл хорошо красиво чтобы окно прожило дольше я знаю много производителей окон которые перерабатывают не рехау и не века профили нам намного дешевле у которых окна прослужит и 15 и 20 лет вся фигня что рехау или замкнутое армирование как вы написали или не замкнута это сделано для того чтобы продавать чтобы купить или сделать хороший продукт просто возьмите сделать его с душой вам получится хорошего